Позиции, которые были озвучены здесь нашими ключевыми руководителями бизнес-ассоциаций, они едины в своей позиции. Андрей Михайлович, вопрос к вам, как к эксперту, как к человеку, который глубоко понимает, как устроены национальные проекты. Вы как голосовали, если это возможно открыть нам? И второе, видите ли вы потенциал экономического роста и экономического прорыва в национальных проектах? Или, на ваш взгляд, все-таки что-то еще, ускорения мало, еще нужная перестройка? Я принципиально не согласен с Шохиным, который голосовал, скорее нет. Я голосовал просто нет. А вот это всегда, бизнес всегда кнопки не находит. Кабинеты находят нужные, кнопки нет. Вы знаете, коллеги, вот когда мы говорим о том, что инвесторам нужна стабильность, я хотел бы обратить внимание, третий день форума, а еще ни один инвестор не арестован. Вспомните, сочинский форум. Кстати, пока, правда, никого и не выпустили, так что стабильность уже обеспечена. А теперь, если можно, покажите. Я сначала думал показывать там какие-то сложные экономические схемы, я хотел бы показать три слайда, но сначала первый, если можно. Для тех, кто не помнит, это основной экономический закон социализма. Это обеспечение со стороны государства постоянно возрастающих потребностей их трудящихся. Почему я о нем вспомнил? Я не хотел бы проводить никакие аналогии, но я хотел бы просто заверить всех, что потребности трудящихся будут возрастать и дальше. А вот возможности государства их постоянно обеспечивать, они будут очень ограничены. И они как раз зависят от того, сможем ли мы ответить на тот вопрос положительно. Будет ли экономический рост? Знаете, мы все время обещаем людям то, что мы, может быть, можем сделать сейчас за счет триллионных вливаний. Нашли эти деньги. Нашли. Но ведь они-то хотят, чтобы эти изменения были постоянными. А вот если мы хотим обеспечить постоянное, вот то, что экономический социализм рухнул, потому что не смог выполнять свой основной экономический закон. Очень бы не хотелось, чтобы мы повторяли этот опыт.